Итак, ребята, сегодня мы с вами будем разбираться с селектором атрибутов и его возможными вариантами. Для начала давайте мы откроем наш тестовый файлик и здесь я при помощи плагина Emmet заведу списочек, в котором будет у нас 10 пунктов фоли и у этих 10 пунктов будет атрибут title. Так, равняется, давайте напишем лист. Так, вообще, вот этот селектор атрибутов, он работает со всеми атрибутами. Просто атрибут title, он у нас как бы универсальный, мы можем его изменять как нашей душе угодно. И при помощи его я смогу вам легко показать, какие возможности нам дает селектор атрибутов. Далее здесь давайте мы заведем содержимое, чтобы мы видели, как мы его меняем. И давайте его тоже пронумеруем. Все, жму тап и у нас получается вот такой список. И так видим, у каждого пункта ли у нас есть атрибут title. И теперь давайте покажу базовую версию этого самого селектора. Мы заводим квадратные скобки и здесь пишем название атрибута. И потом, в принципе, все. Мы можем указывать любые стили. Давайте мы напишем color и напишем red. И вы увидите, что у нас все пункты ли, они стали красного цвета. Но, как вы понимаете, здесь недостаток в том, что получается все теги, у которых есть атрибут title, они тоже покрасятся в красный цвет. И здесь мы также можем регулировать. Например, мы можем указать более точно селектор атрибутов со значением и написать именно лист. То есть, тогда все теги, у которых будет стоять title, равняется лист, они покрасятся в красный цвет. Также мы можем использовать, как я уже говорил, любые другие атрибуты. Например, если я напишу атрибут class, он у нас только в данном примере, вот у этого тега p, то его содержимое также покрасилось, как вы видите, в красный цвет. Давайте я все верну назад. И теперь попробуем немножко изменить содержимое атрибута title, чтобы мы могли с вами протестировать другие возможности этого селектора атрибутов. Итак, здесь давайте мы напишем лист 1, здесь напишем 2 лист, здесь вообще поставим дефис. Четвертый пункт пускай у нас останется неизменным. Дальше, что же мы тут напишем? Давайте май напишем лист 5. Дальше напишем здесь big лист через пробел. Дальше лист опять-таки через пробел small. В пункте 8 давайте напишем май лист 8, тоже через пробел. В пункте 9 напишем лист дефис 9. И в пункте 10 напишем 10 дефис лист. Ну, то есть, как вы понимаете, если бы мы использовали какой-то конкретный атрибут, не title, то там бы мы количество значений не смогли бы такое придумать. Здесь же мы выдумаем как хотим. Итак, теперь, что нам делать дальше? Дальше мы переходим в файл стиле и давайте попробуем добавить к нашему атрибуту title значение в долларе. Обратите внимание, что сейчас у нас подчеркивается, выделяется только четвертый пункт. Почему? Потому что у него стоит значение лист, именно то значение, которое мы прописали. Но если мы поставим здесь знак бакса, то вы увидите, что здесь уже выделяется больше, чем пункт 4. Это значение означает, что если атрибут заканчивается на значение лист, то тогда все красится в красный цвет. Если мы сейчас посмотрим, то вы увидите, что у нас пункт 2 заканчивается на значение лист. Пункт 4, он содержит лист, соответственно, заканчивается на его. Пункт 6, видите, заканчивается на это значение. И пункт 10 тоже заканчивается на это значение. То есть, таким образом, вы можете добраться, в принципе, до любого атрибута при помощи вот этих спецсимволов. Однако, это еще не все спецсимволы. Давайте мы здесь поставим птичку. И тогда вы увидите, что у нас пункты поменяли свой цвет. Птичка означает, что у нас будут применяться стили ко всем атрибутам title, которые начинаются на значение лист. То есть, там заканчиваются, здесь начинаются. И смотрим. Пункт 1 начинается. Пункт 4, соответственно, тоже начинается на это значение. Пункт 7 начинается. И пункт 9 начинается. Все остальные у нас, видите, не работают. Отлично. Следующее значение это звездочка. Звездочка. Она означает, что будут краситься все теги с атрибутом title, у которых есть внутри содержимое лист. То есть, так как слово лист у нас встречается в каждом теге, в каждом пункте ли, кроме третьего, то видите, что они все полностью покрасились в красный цвет, кроме третьего пункта. Так, следующий момент. Это знак, по-моему, тильда называется. Я точно уже не помню. Она означает, что будет краситься каждый пункт, у которых идет значение лист, отдельным словом. Обратите внимание. Если мы сейчас посмотрим, то вы увидите. Пункт 4 идет одним, но отдельным словом получается. Пункт 6, слово лист. Идет пункт 7, слово лист. Пункт 8, слово лист. Остальные, видим, здесь отдельного слова нет. Ну и последнее значение. Это, получается, у нас идет знак палка. Так, вот. Не знаю, как называется, ребята. Но суть в том, что вот этот стиль будет применяться ко всем тегам с атрибутом title, у которого есть значение лист, либо оно начинается, ну, идет лист и потом идет еще и дефис. Обратите внимание, как тут получается. То есть, пункт 4 у нас, видим, лист есть. И пункт 9 у нас идет лист и дефис, видите. Обратите внимание, что наоборот здесь не работает. То есть, как с пробелами у нас тут везде работает. А вот наоборот у нас тут, получается, уже не работает. Вот так вот. Итак, ребята, на этом, в принципе, всё О селекторе атрибутов Спасибо за внимание, ставьте лайки На связи с вами был Сергей